Тут можно укрыться от сноя, спасти от ворозного дня. Хорошее место, родное, тому-таки сядет меня. Первыми стали бороться за обладание поэтической короной самые маленькие воспитанники дошкольных учреждений. В конкурсе ребята выступали в четырех возрастных категориях. Ребята защищали честь не только школы детских садов города, но и творческих коллективов Дворца культуры «Юбилейный». Учащийся школу номер 20 Дима Филиппов выступал в образе героя произведения писателя Алексея Дмитриева. С той минуты мистер Смокли спит и ходит без монокля и совсем не щурит глаз, видит славно в самый раз. Мистер Смокли и монокль, так называются произведения, я представляю мистера Смокли. Он интеллигентный, он англичанин, они более такие интеллигентные, у них образ такой всегда с галстуком, стиль Дэнди. На конкурсе юным почитателям поэзии нужно было прочитать одно стихотворение, а члены жюри оценивали выступление весьма строго. «Первое – это душевное раскрытие своего стихотворения, то есть подача на зрителя. Ну, конечно, актерское мастерство, речь поставлена нет». «Верните в моду доброту, сердца открыть совсем не сложно». «Карк!» – кричит ворона, кража, караул, грабеж, пропажа. Вор прокрался утром рано, грош украл он из кармана, карандаш, картонку, пробку и красивую коробку. «За один-два я выучила, потом мы еще репетировали, чтобы было выразительно. Я люблю читать, и я люблю очень литературу. Мой любимый поэт – это Агния Барто. Я ее люблю читать, я по два часа, по три часа в день читаю». В этом и есть цель конкурса – вызвать у всех детей и подростков интерес к чтению литературы, а лучших – поощрить призами, что, собственно, произошло после подведения итогов. Первое место в конкурсе «Юны» по читателям поэзии завоевали Анастасия Шелестинская, Елизавета Бровкина, Богдан Талочкин и Дмитрий Филиппов. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.